Ребята, всем привет! Сегодня будем заниматься установкой Android Auto или Apple CarPlay на автомобиль Mazda 6 2016 года выпуска. На автомобиль стоит система MZD Connect и есть возможность ее дооснастить системой Apple CarPlay или Android Auto. Хозяин купил комплект оборудования, USB-шнуры и картридер модернизированный. Все оборудование бы покупалось на Алиэкспрессе, но вроде как по заверениям продавца все работает. Поставим, посмотрим тогда. Все, ребят, погнали, будет интересно! Так, ребят, чтобы поставить CarPlay, надо сначала обновить штатное главное устройство, прошивка, которая поддерживает CarPlay. Сейчас будем обновлять версии 70, по-моему, точка 357. Вот, вставляем уже с прошивкой флешку в гнездо SD-приемника. Все, USB-флешку ставили. На магнитоле убеждаемся. Сейчас звонок идет. Сейчас надо его выключить, все эти вещи, чтобы ничего нам не мешало работе. Так, устройство управления. Это все выключено должно быть. Bluetooth тоже выключаем, чтобы нам ничего не мешалось. Вот, и убеждаемся, что версия прошивки не ниже. Ну, на шестерках это не актуально, и CX-5. А на Mazda 3 надо обязательно убедиться, что прошивка не ниже версии 3100100. Если ниже, то надо сначала обновить до 3100100, а потом уже можно более высокими версиями делать. То есть, у нас все нормально. Возвращаемся в обычный режим. И нам, смотрите, надо зажать вот это, вот это, и вот это клавиша. Вот это и вот это. То есть, так вот неудобно. Нажимаем эти три клавиши, держим их. У нас появляется инженерное меню. То есть, выбираем. Третий считаем, какие-нибудь коды есть. Там, потеря связи стал. Нажимаем очистить коды. Убеждаемся еще раз, что нет активных кодов. И 99-й пункт, это у нас обновление прошивки. Выбираем. Она у нас спрашивает найти обновление на USB-флешке вот этой. Вот. У нас текущая 5600230, и она предлагает переустановить пакет до 7000367. Выбираем обновить. Нажимаем, подготовка к обновлению пошла. Все, процесс запускается. Процесс у нас довольно длительный, минут 40-45 длится. То есть, смысл в чем? Автомобили Mazda, если вот она стоит на аксессуарах, она выключает питание через 25 минут. То есть, чтобы этого не происходило, надо, раз там минут 10-15, нажимаем, просто педаль тормоза нажали, отпустили. И все, таймер обнуляется, и можно дальше опять смотреть. Ну, то есть, включены остаются аксессуары. То есть, за этим моментом надо следить, потому что на все время прошивки оно не выдержит. И она уснет, и тогда будет алискапут магнитоли. Ну, то есть, пару раз буквально за всю процедуру надо нажать, раз там минут 10-15 выждать. Все, дальше тогда, потом, когда обновится. Ну, вот сейчас про подготовку. Сейчас потом поползет зеленая полоска обновления. Так, ребята, вот так вот все, пошел, когда процесс записи. Вот эта полоска теперь должна дойти до конца. Ну, и плюс еще вот тут, смотрите, дождик пошел, но мы забыли закрыть окна. Ну, хоть так что-то. Зажигание ни в коем случае не передергивать. Если передергите, все, когда начался процесс, ни в коем случае не прекращать процесс, ничего не делать. Ну, так что, такое предупреждение. Ребята, вот так выглядит набор. Вот два USB кабеля и вот такой картридер. Он отличается, в принципе, внешне от того, у него вот значок белый такой с телефоном. То есть, вот в этот разъем подключается мобильное устройство, которое будет поддерживать CarPlay вот с него. Вот такая коробочка. Вот, и вот ее будем потом менять сейчас обновить. То есть, сначала надо обновить, потому что они несовместимы, эти коробочки, ну, картридеры. То есть, на старой магнитоле, если подключить вот эту, она ее не узнает. То есть, сначала прошить на старом, потом старый тоже начнет учудить на этой, но уже потом, когда поменяешь, вот эта должна работать, то есть, с новой прошивкой. И, соответственно, активируется функция CarPlay. Протянуть, то есть, вот эти физические провода до магнитола. Ну, дальше все увидите. Вот, то есть, ребята, о чем я говорил, в принципе, она сама предупреждает в процессе обновления. Она пишет, каждые 20 минут нажимайте педаль тормоза на коробке автомат, или же, если машина на механике, то выжимайте сцепление. Вот. Или открывайте, закрывайте дверь водителя. То есть, что-то надо делать, чтобы она не уснула. И снизу прямо предупреждение. Не нажимайте, ну, то есть, не выключайте зажигание или аксессуары. Ни в коем случае. Потому что, если прервать в процессе обновления, то... Ну, у вас, в принципе, и мобила тоже, когда обновляется, она пишет. То есть, ни в коем случае не выключайте, иначе у вас будет кирпич. Вот. Так, ребят. Все, произошло обновление. Вот. По времени, ну, плюс-минус 50 минут это все длится. Вот. То есть, смотрите, она нас просит выключить. Ну, сейчас, получается, мы включаем зажигание, выключаем. И еще раз включаем аксессуары. У нас, получается... Вот он стартует. Сейчас вот происходит первый запуск после обновления. Вот, произошло... Сейчас она... Получается, мы... Она сейчас может еще сильно подтупливать, потому что теперь у нее подключен этот... USB старого образца для нее уже. Вот, мы сейчас просто нам еще надо глянуть, что у нас версия прошивки сменилась. Информация о версии. Все, 70-0-0-367. Прошивку мы поменяли. Сейчас будем дальше теперь устанавливать все это наше оборудование, протягивать провода. Ну, дальше увидите. Короче, смотрите, ребят, поближе чуть-чуть, а то там звук поднёчет. Чтобы снять вот эту ручку, так вообще ее очень геморрой по мануалу снимать. Самый быстрый и эффективный способ, смотрите, сжимаем, рукой тянем, постоянно вверх держим в напряжении, то есть там усики поджимаются. И потом вот все время держим, не ослабляем момент. Вот такой резкий удар, и ручка у нас в руках. Это такой быстрый способ ее съема. То есть там разжимаются вот эти вот пружинки, и она снимается. Потому что если по мануалу, то надо ее всю, считай, разобрать прям на этой штуке. Во-первых, шанс ее ободрать есть. А так вот она потом, вот она опять, раз, все, защелкнули, она все стоит на месте. Еще раз вот так. Делаем как рычагом вверх, тянем все время. И резким ударом она снимается. Так, ее пока откладываем. Теперь смотрите, что у нас. У нас вот тут вот поддеваем. Вот у нас уже с проводами эта вся конетель. То есть подсоединить карт-ридер уже можно. Отключаем прикуриватель, ауксы и одиночный USB, потому что он уже нам не нужен будет. То есть аукс-то это все назад. Вот, то есть смотрите, берем новый карт-ридер, старый вот тут лепесточки есть, сжимаем. И с обратной стороны тоже лепесточки эти вот так поджимаем. Они выходят. Вот, вынули. Можете разницу посмотреть вот эту и вот эту карт-ридеру. Вот они. Вот так. Вот. Видимо, они отличаются. Вот, то есть берем и вот так вот его до щелчка. Раз. Все, карт-ридер, то есть физически, мы поменяли. Вот тут уплотнее прижать, чтобы он вошел везде. Все, карт-ридер сменили. Так, дальше мы вот эту часть снимаем. Отсоединяем у нас джойстики. Вот, сняли. И теперь вот для чего мы сомали ручку. То есть вот тут вот отсоединяем накладку с этой крепежкой. Вот так можно отжать в сторону вот эти ручки. и поднимаем вот эту вот накладку. Все, мы ее сняли. И вот у нас открылся доступ. То есть можем протягивать провод. И сейчас еще разберем верхнюю часть. Сейчас теперь селектор можно отодвинуть. Чтобы выключить зажигание. Так, ребят, чтобы разобрать дальше до магнитола, на Маздах вот так пошевеливаем. И она вот тут немного с этой вот. И вот так чуть вниз. Все, она снимается. Вся накладка. Так, накладку сняли. Теперь смотрите. Вон там в глубине есть болт М6 под ключ на 10 головкой. Вон там. Да. Его надо открутить. Главное, его не уронить никуда в воздуховоду или еще куда-то. Вон, все. Болтик выкрутили. И еще, чтобы нам удобнее было надо снять бардачок. Бардачок на Маздах снимается вот так. Все элементарно. И просто. Так. И снимаем магнитолу. А, стоп. Вот тут надо отключить кнопку старт-стоп. Вот, за ним разъем выдернули. И у нас открылся доступ к разъемам магнитолы. Вот, как раз зеленый один USB. А нам вот надо два новых проложить вот до сюда. Сейчас мы будем этим заниматься. Так. Берем мы два провода и разматываем их. Так. У нас где там этот маннитол вставляется серый зеленый и синий. Да, эта сторона вот в магнитоле. Вот, оставляем где-то вот так сантиметров пять. И у нас в комплекте тут много-много таких меркушек. Нам надо этот кабель обделать ими, чтобы у нас не гремели они, эти кабеля. Берем прям по порядку. лягучки и начинаем их наклеивать. Потому что провод, когда, например, особенно на холоде дубеет, он потом может греметь от пластика или еще от чего-то. А когда мы его обделаем вот этой штукой, он станет мягеньким и пушистым. Греметь не будет. Это шумоизоляция трубая для провода. Вот так наклеиваем по всей длине. Теперь надо нам протащить эти провода. То есть делаем их на уровне штатных проводов. Тут магнитола. Вытягиваем штатную проводку и примерно там можно чуть-чуть на сантиметрик сделать. Вот как штатные были провода, но чуть-чуть побольше. Все. Этого достаточно. В комплекте у нас комутики есть вот такие. Комутики мы там закрепляем. Все это дело по штатному проводу. нас интересуют вот эти провода. уже мы его использовать не будем. У него тоже завернем назад, чтобы он не гремел ни общего. Тут тоже хромотиком может был одним, но все, чтобы он никуда не делся, не гремел. У нас теперь два вот этих провода. Дальше мы вот тут сейчас будем протаскивать всю эту нотель вот сюда вдоль печки есть технологические ниши можно протянуть. Вот и вот мы это все дело так по-хорошему можно можно бы снять наверное воздуховод, у которых сзади на дам идет обдув. Тут туда уже открывается доступ можно вот так проложить вдоль селектора, но с этой стороны, потому что там проса все, чтобы не мешалось ничего. И вот туда все это в мякушке ничего греметь не будет. Вот и тут тоже можно прям по штатке как штатные провода идут. положим назад вставить воздуховод. просто назад вставить. и вот до щелчка он на эти доходит назад клипсу вставляем. то есть вот получается втянули и сейчас еще под этим протолкнем вот один и второй сейчас также вот берем теперь хомутики крепим их так же по штатке он тут не болтался вон прям хомутик один берем хомутик второй так обкусываем наши хвостики так это готово теперь займемся подключением то есть у нас в книжке получается коричневый идет в крайне разъем carplay давайте для начала подключим вот у нас коричневый край тут в принципе по-другому они не влезут черный в этот все usb разъем подключили тут у нас остается свободный да да у магнитолики не используется как раз в инструкции вот он завернутый это родной да то есть это нам не надо теперь подключаем входы аукса в эту штуку и прикуриватель в принципе сейчас мы его пока проверим сейчас магнитол теперь подключим то есть у нас смотрите магнитол вставляем вот сюда голубой разъем сюда как и был зеленый родной так подключаем все наши остальные провода и антенна модуль провод антенны не забываем вот все антенна выходы на усилитель кнопка наша старт-стоп вот так до щелчка все сделали в принципе сейчас можно будет проверить пока просто включим магнитол и и и как подключен дождик кнопка все время так еще раз проверяем эти подключен в принципе то и забыли мы основное питание магнитола вот еще основной кабель не забываем силовое питание все по идее в приложениях вот они появились с попробуем подключить кабель неудобно эти болтики вставлять у меня такой лайфхак я в головке просверлил дырочку вот и тут у меня неодимую магнитик вклеен это сделано для того чтобы можно было так вот вот их делать оттуда не выпадает потому что в глубине там руками не наживишь ничего это он вошел все никуда он не выпал руки затянули сейчас чуть-чуть подтянуть его все магнитола закреплена то есть теперь ставим назад наш косу с аварийной кнопкой не забываем подключать кнопку аварийки там многие часто потом назад собирают забывают подключать вот он разъем вот все все работает проверили убедились чуть-чуть оттянули вот так просто и защелкиваем и все так теперь чё теперь это у нас это накладки сейчас по поводу так начинаем по обратном порядке собирать и весь зарядка беспроводной вот в этом пятачке или маленькую такую под резинку либо сюда можно приклеить и будет заряжать в этом месте то есть ставим у нас тут есть аварийный селектор перевести в нейтраль чтобы она по центру находилась попадаем все в пазики сюда прокладываем кабель его вставляем назад его разъем цена вставили это у нас все до щелчков вставляем вот так немного углом они получаются клипсу такие как куду вам сделано вот так раз все это поставили на более свежих то есть тут просто сдергивается этот стаканик на более свежих вот тут всегда убеждайтесь лучше поднимайте резиновый коврик один и второй там есть крепежный болт на более свежих маздах и дальше стянуть вот за этих отломаешь и ничего хорошего потом не будет подключаем наши разъемы к джойстику и к блоку кнопок и все это дело все собрали теперь ручка пп на место в паркинг и вот эту штуку надо просто это все в принципе система установлена сейчас еще бардачок на место ставим бардачок вот так крючками попали в направляшки надели крюк газлифта все бардачок на месте так ребят сейчас будете настраивать все на телефоне посмотрим тогда карплей у нас до 6 все работает яндекс потому что Ребята, вот такая у нас получилась установка CarPlay и Android Auto на автомобили Mazda 6. Также эту систему можно поставить на Mazda 3 и Mazda CX-5. В принципе, на любую Mazda, на которой стоит система MZD Connect. То есть, можно досносить этой системой. Вот. То есть, все поставили, клиент доволен. Там видео, вот видели, приложил. Он мне сам уже заснял, там как Яндекс.Навигатор, все работает полностью. То есть, если вдруг кому-то в городе Рязани потребуются такие услуги, можете обращаться. Все контакты под видео в описании. Вот. Ну, если был кому-то полезен контент, подписываемся на канал, ставим лайки. Ну, и пишем все, что кто думает по этому поводу в комментариях. Ну, я всегда читаю все комментарии и по возможности стараюсь отвечать. Мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Вот. Ну, все. Ребята, всем пока, всем добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok